А вот начало нашей стройки. Чего же ты Сашка дальше-то не делает, а? А вот и наш хозяин. Валяется? Да нет, я сейчас все равно выйду. Мне надо говно почистить. Выйдешь ты сейчас, если ты сможешь встать. Ну что, господа, начало положено. Установка первого столба? Ставим угловой столб, да, от него уже будем плясать. Что-то как-то вы делаете-то, не по-людски. Вам же было рассказано, засыпайте сухой цемент. Слегку кладите опять в камушках. Водичка прольет, и все будет огонь. Я понял, да. Но это без комментариев. Ладно. Смотрите, короче говоря, опять мы используем забор. Забор используем. Столбы вот эти бетонированы на глубину, по-моему, 90 сантиметров. Также устанавливаем эти столбы. Нет, наверное, на метр. Ну, короче, метр девяносто, вот так, в этом районе мы бетонируем все остальные столбы, которые здесь будут установлены. Четыре силовых и для калиток еще тут будет, короче говоря. Вот. Сооружение у нас уже исходник дан. Соответственно, диагонали разбегаются. Сейчас на данный момент диагональ вот этого маленького квадрата разбегается на 15 сантиметров. Так что с крыши мы там будем колдовать, как обычно. Вот. Но глаза это будет незаметно. Мы постараемся сделать качественно, красиво, как иногда у нас получается. Но не всегда, конечно, но будем стараться. Для кого? Вот это вопрос. Ну, кто-нибудь там поселится по-любому. Либо это будут козочки, либо это будут свиночки. Ну, в любом случае, если это будут не эти вышеозвученные животные, то для птицы. Ну, может, я договорюсь. Переехать придется. Для тебя бы мы покомфортнее сооружение уже сделали. Сарай для куриц? Вот туда все дорога. Нет, я прошалаш про этот говорю. А, то есть это я слишком... Замахнулась, ничего себе. Много губы раскатала, да? Такие апартаменты, ну да. Ладно, шутка, конечно же. Что ты сейчас делаешь? Сейчас я угловой столб выставил. Ну, исходя, ну, отталкиваясь от уже имеющихся вот столбов. Вот того, вот того. И по диагонали он выбрал минимальный изол, да, 15 сантиметров получилось у меня. Я ставлю этот столб, потом я уже от него натягиваю нитку и ровняю по наружной стене вот с тем столбом еще промежуточный столб и ставлю. Также здесь. Для того, чтобы обшивка у меня снаружи была в одной плоскости, а изнутри уже будем колдовать, потому как диаметр этого столба больше, чем заборного. Видно, наверное, да? Ну, не так, чтобы сильно прямо видно, но понятно. Ну, короче, больше, больше. Я вам могу сказать, сразу сказать, полтора раза больше, вот. И потом уже будем тут что-то, наверное, влаги класть какие-то, вот что-то, стропила, в общем, короче, крышу делать. Сколько площадь? Сюда засыпется песок, я хотел сказать. Сюда засыпется песок. Землю плодородную очень хорошую мы не поленились. Отсюда выбрали, уложили вон туда вот в тот бурт, в ту кучу. Где кабачки и тыквы, под травой земля. Да, там еще с перегноем перемешали немного. То есть, та хорошая плодородная земля у нас потом пойдет в теплицу. Мы надеемся, еще тепличка одна или несколько будет у нас под виноград одна. Вот это, кстати, тепличка. Про нее есть, как сказать, видео, да? Видео, конечно, да. Вот, инструкция по ее постройке, сборке, можно сказать. Как инструкция по постройке вот того курятника из старой теплицы. Песком отсыпешь, и какой будет размер? Размер, так, вот так вот в этой вот плоскости 6 метров, здесь 6,240, 8,40 где-то, если мне память не изменяет, да, где-то 8,40, вот так. Все будет под односкатной крышей. Хоть не думал сначала городить тут это двухскатную, но мне слив вот в эту сторону на тропинку совершенно не нужен. Пускай лучше уж все туда сливается, за забор. И снег сходить тут даже, да? Да, но с такой крышей снег не сойдет, она будет лежать. И еще будет дополнительное утепление. Я постараюсь сделать балки помощнее, чтобы все это выдержало, соответственно, не упало ни на кого. Вот. Здесь песок я насыплю вместо земли выбранной. И будем уже что-то потом думать с полом. В идеале, конечно, бетонную стяжку хотелось бы, но не знаю, это долго-дорого. И, наверное, пока ее не будет, а там посмотрим. Но ты будешь оставлять возможность сделать ее впоследствии? Конечно, обязательно. Возможность всегда есть что-то сделать, переделать. Я стараюсь так строить. Вот, друзья, натягиваем шнурку и по ней обозначаем край нашего будущего сооружения. И находим место, где нам нужно пробурить лунку, соответственно, отмерив расстояние предварительно от этого столба, вот от того столба, пометив колышком и уже потом пробурив это отверстие, соответственно, учитывая толщину столба, то есть чтобы у нас край оказался вот где-то в районе вот этой натянутой веревки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я кушаю клубнику, я тоже занята. Бур вот такой самодельный. Здесь сверло, я не знаю на сколько. Наверное, на 25, а может больше. И вот такие лепестки приварены, заточены, соответственно. Бур классный, в принципе, корни перерубает. Здесь пенек, вот если вы видите. Большие корни, в общем, я с помощью этого бура легко перерубаю их. Но у меня еще есть приспособа вот такая. Вот такая приспособа. Ну, просто топор приваренный к палке железо-петрической. И если что-то такое серьезное, там попадается камень, либо какой-то толстый корень, то я просто в лунке перерубаю его с помощью вот этого топора. И дальше бурю. Любимые мои индюшатоньки, водички совсем нет, все. Где же ваш хозяин? Смотрите, какая птица уже большая и жарко ей. 46-й день сегодня. Завой должен быть. Миленькие мои гусики и уточки. Нужно у них и миски мыть, и воду менять. Все нужно делать. Где же ваш хозяин-то, а? А вот начало нашей стройки. Столб залит. И пробурены еще отверстия. Чего же ты, Сашка, дальше-то не делает, а? Ну что, показать вам Сашку? А вот и наш хозяин. Валяется. Хотела бы я сказать, что отдыхает. Отдыхаю. Практически. Прекрасно вы понимаете, что если кто-то из нас отдыхает, второй вкалывает в два раза больше. Это закон. Да нет, я сейчас все равно выйду. Мне надо говно почистить. Выйдешь ты сейчас, если ты сможешь встать. Ну, я вчера вставал. Это было вчера. Короче, у нас заклинило спину. Так? Не у нас, у вас. Да. Протрузии проявились опять. Буром бурил. Было жарко. Влажная спина. Да? Где-то там еще ты подхватил что? Когда у тебя простреливать начало? Не, не простреливать. У меня были такие уже, скажем так, звоночки. Когда сеном занимался. С сеном еще? Угу. Ну вот, все эти звоночки вылились, как вы видите, в горизонтальное положение. При котором не вздохнуть, не... Нет, я встаю на самом деле. Но это самое... Редко и тяжело. Простреливает, да. И поэтому стараюсь как бы без необходимости не ходить. Ну, лежи вот на иголках сейчас, пока я то, что смогу, сделаю. Не обещаю залить столбы, конечно. Нет. Вот на аппликаторе. Да. Нет, сейчас я без него лежу. Полежи на нем немножко еще. Нет, на самом деле проблема в том, что стройка-то ладно, как бы это ждет все. А вот забой уже нет. Сегодня какой уже? 46-й день бролером. Их надо убирать. Ничего, сейчас, думаю, с завтрашнего дня начнем. Ты вчера так думал. А вот во вторник за комбикормом ехать. Угу. Грибную погрузить и разгрузить там всего сколько там? 20 мешков, 30? На самом деле, когда в процессе работы, то еще как-то, видимо, забиваются мышцы. И чувствуется она там разогрета и набухшая. Держит. А вот когда ложишься, расслабляешься или садишься, то бывает, что и встать уже никак не получается со стола или с кровати. Вот. Но это мы уже проходили. Вот. Надо просто сейчас, видимо, переждать, чтобы это все как-то основной спазм прошел. А дальше уже... А потом сорвать снова. А дальше опять гиперэкстензии. Турник с этим, с отягощением. И по новой. А на этой доске кверх ногами это и есть? Инверсионный стол? Да. Нет, наверное, пока с ним повременим. Потому что там определенная нужна как бы последовательность действий. Там нужно, если растягиваешься, то обязательно покоя 2 часа как минимум. А у тебя нет 2 часа покоя в сутках, поэтому какой стол? Уже, да, уже никак. Ладно. Ладно, все нормально будет. Всем пока. Берегите себя. Да.